Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Кристина Кущи в начале выпуска коротко о главных темах. Приняли решение об двустороннем движении участки улиц. Ремонт теплотрассы в городе вызвал недовольство водителей, затрудненное движение автомобилей. В связи с этим в администрации города было принято решение изменить правила движения. Огромное спасибо организаторам за такой прекрасный праздник. В городском парке развернулось мероприятие по случаю Дня защиты детей. Для маленьких жителей города и их родителей устроили большой праздник, который подарил гостям прекрасное настроение. Занятия проводили не преподаватели ОБЖ, а непосредственно офицеры и контрактники воинской части. Каннские школьники отправились на военные сборы. В течение пяти дней старшеклассники узнают об армии не только в теории, но и на практике. Из-за ремонта теплотрассы автолюбители столкнулись с проблемой затрудненного движения. 31 мая была частично перекрыта дорога на улице Гитуева и 30 лет в ЛКСМ. А объезд стал осуществляться по улице Пугачева. Из-за плотного потока машин образовались пробки. Как отметили в местной мэрии, они совместно с сотрудниками госавтоинспекции повторно проанализировали маршруты движения и приняли решения, которые должны облегчить ситуацию. В результате приняли решение об двустороннем движении участки улиц. Это улица Пролетарская от Московской до улицы Кайтымская. Улица Краснопартизанская от улицы Пролетарской до улицы 30 лет в ЛКСМ. И улица Кайтымская от Пролетарской до улицы Ленина. На этих участках будет двустороннее движение. Водители также просим особо внимательно смотреть за знаками приоритета. Это главная дорога, уступите дорогу. Мониторили ситуацию по светофорным объектам. На данный момент остановились на таком. Перекресток улицы Московская к Каландарашвили будет преимущество с улицы Московской на Каландарашвили. Для общественного транспорта. И перекресток улицы Пролетарской, улица Краснопартизанская. Позже тоже движение. Больше дать зеленый сигнал светофора для улицы Краснопартизанской. В честь детского праздника «День защиты детей» в городском парке культуры и отдыха состоялось масштабное и интересное мероприятие. В этом году оно было посвящено известному произведению «Приключения Буратино». Как юные жители нашего города отметили свой праздник, расскажем далее. Уважаемые зрители, дети и родители, торопитесь, торопитесь, где хотите, там садитесь. Юные мальчишки и девчонки сегодня с самого утра пребывали в отличном и игривом настроении. По традиции на территории городского парка был организован детский праздник. В этом году он был посвящен 140-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, а именно его известному произведению «Приключения Буратино». Различные организации города устроили тематические игры для детворы. Например, сотрудники Центральной детской библиотеки нарядились в известных персонажей, таких как от Базилио, Лиса, Алиса, Буратино. И провели для детей веселые конкурсы и танцы. Большинство детей любят театрализованное представление с играми. Им больше нравится играть, а не слушать. Они больше развиваются в играх. И где именно с ними играют персонажи, либо с какой сказки. На другой площадке интересные игры для детей устроили сотрудники Краеведческого музея. Из известного произведения был взят сюжет, в котором дети с удовольствием приняли участие. Сегодня работают две площадки. Во-первых, Харчевня Трехпискарей по сказке Буратино. Помним, читали? Вот. Буратино с Лисой Лисой, котом Базилио посетили Харчевню Трехпискарей. Эти два жулика наелись от пуза. Буратино досталось всего три корочки, как мы помним. Итак, у нас сегодня здесь сервировка стола, как Харчевни. Подходим, делаем так же, как по картиночке. И после этого идем на поле чудес, проходим викторину, фотоимся с персонажами. Много детей сегодня на вашей площадке? Сегодня много. Сегодня очень много. Харчевник просто не успевает протирать просуду. Также на территории парка работали и другие локации с играми и загадками. Был организован урок оркестра. Детвора попрыгала на батутах, прокатились на каруселях, отведали вкусного плова и сахарной ваты. Поиграли в настольные игры на сладкие призы, а также побывали на кукольном представлении по мотивам сказки «Приключения Буратино». Сегодня праздник для детей стал по-настоящему детским, веселым, вкусным и игривым. Мне тут нравится. Я вот успел поиграть в многие игры, особенно в мастерской Папы Карла. Я сделал золотой ключик. Это моя любимая сказка Буратино. Буратино, а на праздники тебе весело? Нам праздник очень нравится, весело, музыка звучит. Так много разных аттракционов, много площадок. Каждый по интересам найдет себе занятие. И для маленьких ребятишек столько много у нас наконец-то в парке появилось аттракционов, где можно немножко отдохнуть. Огромное спасибо организаторам за такой прекрасный праздник. По традиции в этот день маленькие жители Канска по праву насладились всеми сюрпризами. Сладостями, играми и танцами. Заряд положительных эмоций получен, а впереди их ждут три летних месяца отдыха. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Мы продолжаем проект «Ищу маму и папу». В выпусках новостей мы рассказываем вам о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня мы познакомим вас с жизнерадостным и активным Витей. Давай сидеть, догоняй, догоняй, давай. Оп, ты в другую сторону. Витя всего год и два месяца, но мальчишка уже старается самостоятельно делать свои первые шаги. Его любознательность не дает возможности усидеть на месте. Как отмечают воспитатели, ребенку интересно абсолютно все. Начиная от игр с пирамидкой и заканчивая общением со взрослыми. Естественно, из-за своего непоседливого нрава Витя безумно любит внимание окружающих. А Витя все отзываются как об очень жизнерадостном и позитивном малыше. Но при этом уже в таком юном возрасте он проявляет свой настоящий мужской характер, всегда стоит на своем. Развитие у него идет соответственно возрасту, повторяет за взрослыми и даже уже говорит некоторые отдельные слова. Но при этом, несмотря на то, что мальчик очень любит внимание, он без проблем может занять себя сам. Он никогда не скучает, он никогда не унывает. И он очень трудолюбивый мальчик. Если большие дети ленятся, когда игрушки собирать, он у нас молодец. Он у нас ходит, очень быстро собирает игрушки. Молодец. Любит, чтобы порядок был, аккуратность. Кушает хорошо, спит хорошо. Засыпает он быстро. Молодец. Со взрослыми очень хорошо контактирует и с детьми хорошо. Но так как он еще маленький, с детьми ему сильно еще не требуется общение. Но старшие дети его очень любят и постоянно его окружают и с ним играют. Полную информацию о ВИТе вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки и попечительства. Адреса телефона вы видите на своих экранах. Проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой 5-го канала при участии Центра развития семейных форм воспитания. Поддержки Каннского детского дома имени Гагарина и Красноярского краевого дома ребенка. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5-й канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей. Также мы расскажем о погоде на месяц. Не переключайтесь. Начинается новый сезон. И своевременное обеспечение запчастями к спецтехнике позволяет в срок произвести все пассивные работы. Все есть. Все запчасти. Что нет, привезут. Можно сказать только одно положительное. Молодцы. Они слышат клиента, работают на клиента. На заказ очень быстро, оперативно принимают взвешенные решения. В зависимости от поставленной задачи, даже если что-то нет в наличии, они найдут. Это говорит о профессионализме. Люди должны работать. Техника должна работать. О, Абсолют более 10 лет оказывает качественные юридические услуги, а также услуги в сфере управления многоквартирными домами. Абсолют – это защита вашего нарушенного права по вопросам любой сложности. Мы оказываем услуги по составлению исковых заявлений в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и представления ваших интересов в суде. Также оказываем юридические услуги в сфере ЖКХ. Вы хотите сменить управляющую организацию, создать ТСЖ, но не знаете, как это сделать? Ваша управляющая организация оказывает вам услуги ненадлежащего качества? Наши специалисты помогут решить все ваши вопросы. В июле в Красноярском крае появятся три первых вытрезвителя. Полномочия по созданию и функционированию таких организаций пока будут переданы органам местного соуправления в трех крупнейших городах края – Ачинске, Красноярске и Норильске. Как пояснил исполняющий обязанности министр здравоохранения края Борис Немек, планируется открытие двух вытрезвителей по 20 коек в Красноярске, одного вытрезвителя на 20 коек в Норильске и одного вытрезвителя на 10 коек в Ачинске. В данные учреждения на срок не более 24 часов будут приниматься лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о вспышке кори в Красноярске. На сегодняшний день корью в Красноярском крае болеют семь жителей, из них четыре взрослых и три ребенка. Все они лечатся в стационарах, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Последние два случая зарегистрировали в Красноярской городской больнице номер 20 среди детей одного отделения. Всего с начала года в крае диагноз «Корь» был установлен и лабораторно подтвержден у 40 инфицированных, 32 взрослых и 8 детей. Заболевание фиксировалось в Красноярске, Норильске, Дудинке, Ачинске, Девногорске, Курагинском и Березовском районах. В настоящее время в очагах проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В Красноярске больше семей смогут получить выплаты за то, что их дети не посещают детские сады. Такое решение приняли в городском совете депутатов. Теперь ежемесячную выплату в 6514 рублей смогут получать семьи, где ребенку исполнилось полтора года. Ранее этой мерой пользовались семьи с детьми от 3 до 5 лет. Деньги родители смогут потратить по своему усмотрению, оплачивать услуги няни или частного детского сада, а также нанять педагогов до образования. Включение в число получателей компенсации детей более младшего возраста позволит сократить очередь до школьных учреждений для детей этого возраста. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Более ста десятиклассников Канска отправились на военные сборы. Проходит мероприятие пять дней, в течение которых старшеклассники узнают об армии не только в теории, но и на практике. Подробности расскажет мой коллега Денис Шабуров. Пока одни ребята проходят полосу препятствий, другие бегут кросс-дистанции полтора километра. Самое главное в нем – это командная работа, так как результат засчитывается по замыкающим строй. Поэтому очень важно следить, чтобы никто не отставал. Но полоса препятствий говорит сама за себя. Здесь проверяется уже не сплоченность взвода, а способности каждого его участника. Вся полоса, она очень сильно развивает. И координацию, и баланс, и силу, и скорость. Но самое сложное для людей – это граната, потому что очень трудно попасть в такое расстояние. Также еще трудно проходится лабиринт, потому что очень часто запинаешься там. Но в основном, в принципе, все молодцы, все очень проходит хорошо. В этом году на военные сборы в Канске отправились 106 десятиклассников. Всего получилось три взвода. А помимо вот таких непростых забегов, парни метали муляжи гранат, проходили теорию караульной службы и строевую подготовку, а также приняли участие в боевых стрельбах. Хочется отметить, что по согласованию с руководством воинской части занятия проводили не преподаватели ОБЖ, а непосредственно офицеры и контрактники воинской части. Тем самым подчеркнув более значимость и уровень подготовки наших, будем говорить так, курсантов. Всего военные сборы для каннских старшеклассников продлились пять дней. В этот раз в них принимали участие парни всех категорий годности, которые учитывались при нагрузке десятиклассников. Исключением стали, конечно же, те, кто при медосмотре оказались негодными. Их на сборы не брали. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Жители Каннска ждет по летнему жаркий июнь. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температура в первый месяц лета ожидается выше среднего многолетнего значения на несколько градусов. Первая декада у нас дневная температура ожидается в пределах 21-26, но местами будет подниматься до 30 градусов. А так, в целом, преобладающая 21-26 на день. Это достаточно тепло. До 30 прогнозируется середина месяца и пятая пятидневка. По температурам очень теплый июнь получается. Но стоит отметить, что июнь ожидается дождливым. Осадки прогнозируются на большинство дней месяца. И кроме того, их количество будет выше среднего многолетнего значения. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». С вами была Кристина Куч. Всего доброго. До свидания. Компания «Эко-Хом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Эко-Хом» чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Когда пора ехать? Закажи такси. Максим, приедем быстро. 391-61-277-77. Для современного человека ежедневный стресс, плохая экологическая обстановка стали обычными спутниками жизни. Разумеется, со временем наш организм начинает ослабевать. К счастью, сегодня существует отличная возможность пройти профилактические процедуры для эффективного лечения целого ряда хронических заболеваний, а также успокоить свою нервную систему и улучшить иммунитет в санатории-профилактории «Березка». «Березка» — это место профессионализма медицинского и обслуживающего персонала, комфортных условий отдыха, чистейшего воздуха и живописной природы. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Пробегу тут телефон. У меня самолет. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин